привет сноубордисты и сноубордистки вы теперь не обижайтесь что всех называю москва таганка вир фрирайд он же сквот новый обзор на новый товар ну точнее товар не совсем новый он уже давным-давно известный это шлемы к нам приехала новая поставка зимних шлемов протек и на основе так скажем той коллекции который представляет протек расскажу вам о тех технологиях которые вообще используются в современном шлемостроении и чем они отличаются какие-то разные защитные свойства у них в общем смотрите и слушайте буду рассказывать по порядку как это в классическом каталоге протека ну кстати и в этом же порядке расположены те самые технологии самый обычный классический шлем вот у протека он даже называется classic причем в данной модели это не просто classic сертифицированный classic причем сертифицирован он не только для катания на сноуборде горных лыжах а также для катания на коньках роликах и на скейте то есть этот шлем имеет четыре сертификата разных это у нас защита в россии никак не подлежит никакой сертификации а там у ребят все строго ну не только америке в европе тоже для нас может быть это и хорошо потому что все что нужно сертифицировать нужно сертифицировать здесь тоже это как всегда большие траты во первых это стоит каких-то дополнительных денег во вторых это приносит некоторые геморрои потому что все эти сертификационные органы они не понимают вообще никогда о чем идет речь поэтому может быть хорошо что шлем у нас как средство защиты сертифицировать не нужно но однако вы знаете что есть шлемы которые имеют это самый сертификат который получен в других странах короче едем дальше классический шлем почему он сертифицирован под разные виды спорта потому что у него вот эти вот уши вот этот воротничок защита шеи да это все снимается и остается у вас просто шлем подкладка внутри очень-очень такая обычная так скажем никакой тут супер толстой подкладки нет она похожа на обычный скейтовый шлем то есть поэтому вы просто можете иметь один шлем на все случаи жизни то есть летом вы катаетесь на скейте ролики снимаете все вот этот утепленную часть и катаетесь в этом же самом шлеме что еще у такого шлема есть у него вот в эти уши можно вставить специальные динамики да то есть и аудио подготовленный шлем здесь на липучках открываются кармашки вы туда вставляете маленькие круглые динамики провода как-то тоже прокладывайте через всякие складочки которые здесь существуют но динамиков нету в наборе естественно это нужно приобретать отдельно кататься или не кататься с динамиками в ушах это наверное вопрос лично каждого я например не рекомендую вообще кататься с наушниками потому что вы не слышите что происходит рядом особенно если вы катаетесь вне трасс по в на фрирайде то вам нужно слышать тем более ну обычно какие-то лавины да они издают звуки и поэтому конечно лучше слышать технология у этого шлема самая обычная и самая простая которая есть это верхний пластик abs и внутренний слой это ну мы называем это пенопласт да это такой ну пенопласт такой достаточно плотный пластик защищает от прямых ударов пенопласт этот он ну как бы тоже защищает от проникновения и он перераспределяет энергию точечного удара как бы себя впитывает и поэтому так скажем меньше вероятность получить сотрясение мозга эти части внешняя оболочка и наполнитель просто между собой склеены они могут быть склеены там каким-то клеем они могут быть склеены двухсторонним скотчем какими такими вещами это самое дешевое производство но и степень защиты здесь наименьшая потому что существует между оболочкой и наполнителем какая-то щель которая будет препятствовать быстрому вот этому распределению энергии по этому самому наполнителю здесь в эту щель не видите потому что закрыта так скажем специальной вставкой но поверьте мне здесь отдельно существует наполнитель и отдельно пластиковая оболочка у шлема есть резиночка для маски вентиляция защищена сеткой то есть снег туда не будет провали попадать и какие-то не знаю мелкие мелкий мусор отсюда тоже не попадет и ветки тоже не будут тыкаться то есть но это активная вентиляция да она никак не регулируется не закрывается шлем стоит 5 500 очень недорого следующий шлем следующий шлем у нас выглядит вот так вот такая форма шлемов было на самом начале вообще использование шлемаков и все пионеры экстрим спорта они катались именно в такой форме шлемов собственно оттуда к нам и пришла апротек это достаточно старый бренд тоже да и 1973 года рождения мой год рождения я с протеком родился в один год в общем достаточно старая форма и вот протек отдает должное такими стать таким старинной старинной формой шлемов я не знаю почему но сейчас таких шлемах очень мало людей катаются в основном почему-то такие слева принято использовать всякими гоночными там горнолыжниками кто гоняет до или славными сноубордистами при этом еще какие-то защиты сюда вставляют на лицо чтобы вот эти вешки палки до которые они объезжают не били им по лицу здесь конечно таких защиты лица нету но в общем это олдскульный шлем технологии здесь совершенно точно такие же как у классического шлема но его не используют летом да то есть здесь тоже можно снять подкладочку снять эти уши или уши нельзя снять нет уши уши съемные да то есть вы можете снять подкладочку постирать потому что ну когда вы катаетесь зимой до голова тоже потеет и шлем периодически начинает пованивать поэтому вы просто снимаете подкладку стирайте ее и шлем как новенький более-менее современных шлемов до протек если сравнивать с более старыми моделями здесь были просто такие нейлоновые ремешки то здесь есть защита подбородка такая мягенькая флисовая здесь тоже ушки такие флисовые очень удобные приятные так скажем к коже тоже резиночка сзади чтобы фиксировать маску такая же точно вентиляция закрытая сеткой от попадания всяких мелких частиц в общем такой вот дизайн далее шлем называется old school old school модель она похожа на classic да то есть принципе все то же самое но есть отличие шлеме old school всего лишь две категории сертификации также как и вот у этого шлема full кат и предназначен он только для зимних видов спорта таких как сноубординг и горные лыжи ну зимние виды еще есть такие как не знаю катание на снегоходах но под снегоход нужен совершенно другой шлем поэтому в этих шлемах кататься на снегоходах совершенно не рекомендуется то есть это то же самое это зимний шлем сугубо зимний шлем отличается от классика наличием технологии мипс мипс что такое мипс возможно вы сейчас на ваших экранах увидите некое видео которые наш оператор монтажер любезно вставит это на самом деле такая тонкая пленка с очень низким коэффициентом трения которая располагается между наполнителем да вот этим тем самым пенопластом который внутри находится и подкладкой причем этот слой это такая тонкая пленка расположен не фиксируется да не зафиксирован там внутри поэтому когда в таком шлеме вы падаете а активные виды спорта это в общем-то движение да то есть вы в движении падаете прыгать из трамплина просто на какой-то скорости падаете в основном все удары у вас скользящие то есть не просто вы пришли в камень хотя конечно такое тоже бывает и в общем-то все шлемы предназначены защитить вас от прямого удара и вот это наполнение распределить перераспределяет энергию но вот это вот система мипс это та самая пленка когда вы паска по касательный происходит удар внутри ваша голова шлем точнее он чуть-чуть двигается несколько ну там миллиметров до может быть сантиметр или полтора может сдвинуться таким образом погасив опять же этот скользящий удар ну как вы видите на видео просто происходит вращение шлема оболочки да с наполнителем как бы вокруг вашей головы он вращается в разные стороны вперед назад как угодно разные так скажем направлениях и вот эта самая технология мипс она присутствует но практически во всех современных шлемах при этом конструкции шлема опять такая же простейшая это пластиковая оболочка пенопластовый наполнитель который просто с как-то закреплен между собой однако вместе с технологией мипс защитные свойства у такого шлема гораздо выше чем у обычного классического шлема где это мипс отсутствует при этом что может быть еще дальше дальше шлем называется classic light classic light имеет точно такую же форму как обычный classic light как бы намекает на то что он легкий за счет чего он легкий а легкий он за счет еще одной современной ну как современные она не современная конечно другой технологии технологии по-английски называется in молд это когда внешняя оболочка с наполнителем сплавлено в одно целое то есть не приклеена не каким-то клеем не без помощь какой-то двухсторонней пленки здесь все приплавлено прямо без всяких зазоров очень все плотно таким образом зазор между оболочкой наполнителем отсутствует перераспределение энергии происходит гораздо быстрее что улучшает непосредственно защитные свойства шлема и плюс сюда добавлены еще технологии мипс при этом оболочка здесь не просто пластиковая бс здесь поликарбонат который но чуть-чуть полегче самого наполнителя здесь чуть чуть меньше здесь не ну не нужен никакого клея который вот внутри там соединяет оболочку и наполнитель поэтому шлемы легче то где-то практически на 30 процентов этот шлем весит легче классического у него опять же всего лишь 22 сертификата только на зимние виды спорта здесь также снимаются ушки вот это шея можно снять все постирать внутри сетка для того чтобы лучше все дышало вентиляция закрыта тоже сеточкой имеется более тонкая подгонка размера виде такого колесика 10 на затылке в принципе вся эта конструкция она принадлежит именно как сказать подкладки шлема да поэтому это все можно целиком снять и постирать опять же в общем такой красивый шлем который классик облегченный но уже с другой технологии да и молд мы уже выучили такую технологию еще у нас есть шлем такой вот с козырёчком называется он riot snow отличие от классического ну только наличием козырька вы знаете зачем нужен козырёк на шлеме ну так скажем как какую функцию несет ну возможно наверное какую-то эстетическую ну может быть при каких-то ударах он там отчета еще дополнительно защитит но как правило у вас есть маска которые него не воткнется вам переносится если вы ночи мне знаю зачем козырёк но выглядит стильно то есть некоторые люди прям предпочитают и катаются в шлемах с козырьками кстати очень часто вижу модных людей которые надевают бейсболку а сверху шлем что в общем то тоже выглядит прикольно здесь тоже совершенно технология мипс как у облегченного шлема не только технолог но смысле и сама конструкция да это тех конструкция и молд если даже видно визуально как пластик точнее оболочка из поликарбоната вот она сплавлена с наполнителем тут также ушки подготовлены под аудио но никакого аудио в комплекте нет поэтому ищите их где-то еще ну технологии мипс тут присутствует кстати а цена шлема цена шлема цена шлема 10 990 11000 вот вы видите точно такой же шлем который продается в нашем магазине но у него другой дизайн вот такой вот так сказать пики до пики в общем вот с таким дизайном шлема ки это старые шлема которые привозились до по моему девятнадцатого года к нам и в то время технологии мипс здесь не использовалась то есть это точно такой же шлем он точно также сделан и молд то есть его защитные свойства выше чем у шлема обычного классического но технологии мипс здесь нету зато стоит он 9 200 ну точнее стоил он дороже но вот со скидкой сейчас он стоит 9 200 поэтому а этот 11 но не очень большая разница я не знаю честно говоря это технологии мипс сколько стоит сколько она именно стоит вот получается из этого шлем из этих сравнений двух шлемов что он стоит что она стоит 3000 ваша голова сколько стоит сотрясение мозга вылечить сколько стоит ладно не будем об этом следующий шлем следующий шлем уже да вот видите он такой более современный имеет вид это все такие классические шлемы на каскаду в которых люди катались не знаю уже несколько десятилетий это такой более современного вида шлем называется он апекс состоит он как бы из нескольких частей здесь тоже применяется та самая технология in молд то есть он достаточно легкий здесь также применяется технологии мипс все вот эти вот уши все это отдельно можно снять постирать здесь уже совершенно другого вида вентиляции то есть вот например вот эти передние вентиляционные отверстия они выходят выводят поток воздуха вот под как бы козырек шлема и здесь у вас находится здесь находится маска тоже с вентиляции сверху и поток воздуха непосредственно в этих воздухозаборниках будет продувать вам маску соответственно будет гораздо лучше вентилироваться еще здесь есть такая штука как магнитный фиксатор маски вот этой сама вот этого самого ремешка то есть вы берете эту магнитную магнитный фиксатор надеваете его на маску и маску уже фиксирую неправильно надел и маску вы фиксируете магнитом на затылочной части если честно мы попробовали здесь это сделать и ну так скажем эта штука не особо рабочая особенно если на вашей маске нету силиконового слоя до внутри то трудно найти вот это положение когда она не будет отсюда соскакивать то есть когда вы надеваете маску то есть надеваете шлем потом сверху маску вам тяжело даже руками там сзади поймать вот это местоположение магнита вы примерно понимаете где она но в защиту вообще всей этой темы я так скажу что настоящие райдеры катаются в масках одетых под шлем поэтому эту штуку можно и не использовать такие шлемы порой встречаются до который как бы из разных деталей состоят они могут встречаться с использованием разных технологий то есть вот это инмолд например в одном месте да где нужна большая защита где можно так скажем чуть меньше нужна защита может быть использована другая технология типа вот как просто внешний abs наполнителем есть еще одна технология про которую хочу рассказать это когда этот сам наполнитель состоит из разной плотности пены и тот что как бы прилегает голове он имеет такие конусы да получается что голова у вас выглядит как усеянная конусами шар до сфера который сверху залита еще одним слоем он более мягкий и в этом случае получается какая какой эффект когда приходит прямой удар за счет вот этого конуса конусов которые расположены внутри наполнителя энергии распределяется еще быстрее по этому конусу соответственно такие но современные шлемы даст таким видом который как бы из разных частей состоят как правило имеют вот так такие вставки внутри этот шлем не имеет здесь просто и молд полностью весь но вообще в шлемаках присутствует такой как бы вот этот call head технология когда одна часть у вас с конусами другая сделано и молд тоже здесь есть регулятор размеры тонкого подгона что в общем то удобно когда вам нужно чуть-чуть там как-то совсем на несколько миллиметров подогнать кстати не сказал например в этом шлеме который full cat есть пром целый набор дополнительных еще подушечек внутри которые могут изменять размер шлема опять же для такой более тонкой подгонки есть еще всякие разные технологии которые используют разные другие бренды это другие материалы другие вот эти наполнители до которые по-другому распределяют энергию что у нас еще есть по шлемам да например если сравнивать даст протеком протек только приехал и сейчас много в размерах в цветах количества всех остальных шлемов у нас очень мало по причине вам известной поставки в россию осуществляют далеко не все бренды ну к примеру шлем и нам которых у нас осталось в магазине буквально три штуки вот он тоже здесь видно сделан по технологии и молд он реально супер легкий но здесь нет никакой другой технологии мипс здесь ничего нету при этом стоит он достаточно прилично гораздо дороже чем например топовый шлем от протека ну как дороже на пять тысяч на пять тысяч дороже разница большая но он может по-другому сидеть опять же у шлемов у разных разная посадка хотя практически на всех шлемаках зимних протек написано что они имеют глубокую такую посадку на голову есть у нас еще зимний шлем три полы это он тоже похож на такой классический шлем здесь тоже нет никакой технологии мипс это классическая конструкция с верхним абсом и приклеенным наполнением наполнителем зато есть регулятор кстати регулятор например на шлеме анон используется от бренда боба конечно же намного дороже чем другие от других производителей регуляторы то здесь поставлены просто те которые они сами так скажем используют но условно говоря китайские аналоги есть шлем террор шлем террор тоже сделан совершенно по про самой простой технологии это верхние пластик и с приклеенным наполнителем никакой дополнительной защиты здесь больше нет зато есть регулятор подгона размера и тоже съемные подкладки все это можно постирать очень бюджетный шлем хотя так скажем если сравнить по конструкциям вот эти два шлема абсолютно одинаковых террор и протек весит примерно тоже одинаково у террора есть регулятор здесь регулятора нет этот шлем можно использовать зимой и летом этот шлем рассчитан только на зиму цена 7 600 цена 5 500 в общем такой обзорчик совместил рассказ о шлемах которые есть у нас от бренда протек и рассказом о технологиях которые вообще используются всем хорошего настроения желаю вам хорошего окончания зимы в плане снега и поездок всем пока спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал до встречи на склонах